Вот что мы видим. В Ростове взрыв. Это сегодняшнее утро только. В Подмосковье большой пожар на складе. Я передаю через российские телеграм-каналы к предмосковному Нагинску, говорит склад, лакокрасочные материалы хранились на этом складе. Под Звенигородом в Подмосковье тоже сработало ПВО. Ростов-на-Дону сообщают о взрыве, о чем я уже сказала. Значит, дальше. Ну, пожар, вы сказали об этом пожаре на Арандроме Сульцы, где бомбардировщик, стратегический бомбардировщик России, Ту-22, все, значит, его больше нет. И это, кстати, парадоксальная ситуация, когда у нас еще нет Ф-16, которые бы отутюжили всю эту территорию. Мы уже видим эти результаты. Больше того, в акватории Черного моря у нас особо нет никаких подводных лодок, но мы тоже пытаемся эту территорию вернуть, и вернуть контроль над ней. В связи с чем, как вы полагаете, вот появление Ф-16 в Украине, насколько это будет переломным моментом в введении войны, и какими будут последующие решения, как это будет зависеть от Путина, от Кремля. Конечно, сейчас уйти это под какие-то личные, возможно, даже гарантии, самый лучший вариант. Но он маловероятен, как вы понимаете. Кроме того, Сергей, я не могу, кстати, не сказать из последних новостей, Шольц, заявление Шольца, которое прозвучало буквально, вот я увидела его за несколько минут буквально до нашей с вами встречи, «Запад не планирует смену режима Путина». Вот такое заявление. Значит, канцлер Германии, Лавшольц, заявляет, что Запад не планирует прилагать усилия для изменения политического режима Российской Федерации, однако Владимир Путин убежден, что у него есть такие планы. То есть он полагает, что это Запад хочет его убрать. Но если вот так события в России будут развиваться... А, и самое удивительное, вот когда я говорю, что его тактика работать на уничтожение, это что остается Путину. Значит, мы видим тут перегруппировку. Он все время, значит, встречает... Вы видели наверняка эту встречу с Герасимовым, да? Все время происходит эта перегруппировка. И я вижу данные британской разведки. Вот эта информация появилась о том, что Россия создает еще одну армию на оккупированном юге Украины. Новое формирование, 18-я общевоенная армия. И, вероятнее всего, будет таким соединением для усиления других частей, которые действуют в Херсонской области. То есть ему этот коридор важно сохранить, даже несмотря на то, что вода в Крым уже потеряна безвозвратно после взрыва на Каховской ГЭС. Но вот этот коридор, значит, на Херсон, он будет удерживать. Юля, подождите, подождите. Вы мне столько уже наговорили, что я не смогу ответить на все эти вопросы, потому что вы мне уже вопросов задали на два часа ответа. Вот, давайте разбираться по порядку. Значит, что касается самолетов. Ф-16, передача американских самолетов Ф-16, о которой сообщили на этих выходных, значит, Дания и Нидерланды, это важный факт, но мы понимаем, что это просто политическое заявление, что никаких самолетов пока еще нет. Мы понимаем, что они будут переданы очень нескоро. Вот та же самая Дания дала какой-то примерный график, это там пять самолетов до конца года или шесть самолетов, потом еще пять, потом еще пять, и всего она передаст, вроде бы, готовы передать 19, а Швеции, а Нидерланды готовы, вроде бы, передать 42. Но мы не понимаем, откуда эти самолеты, в каком состоянии находятся, и мы не понимаем, вот Нидерланды, сколько, куда и когда все это дело конкретно будет передано. Поэтому это чисто политическое пока что заявление, и ничего больше ждать от этого события не стоит пока что, кроме как политической воли. Хотя мы понимаем, что и американцы выдали, кстати, свое согласие. Антони Блинкен сказал, что Соединенные Штаты Америки не возвращают против передачи этих самолетов этими странами Украине, то есть, в принципе, подвижки идут, но эти самолеты еще не находятся в Украине, и еще не начали воевать. Больше того, с военной точки зрения, эти самолеты, вот сама по себе передача, это есть когда она состоится военная, когда реально физически самолеты перейдут на территорию Украины и начнут быть готовыми к исполнению каких-то боевых задач. Вот это тоже, все это только начало, потому что современная война, это не просто получить какой-то самолет в ангар, и чтобы он начал летать, потому что на самом деле авиация – это самый сложный вид войск, и он требует очень большой слаженности со всеми остальными видами и родами, встроенности этих самолетов в боевые операции, обеспеченности, кстати, этих самолетов каким-то оружием, потому что вот пока что, допустим, Украине не передают там каких-то ракет, вот типа Атакамс, для того, чтобы подавлять ПВО, не передают в достаточной мере крылатых ракет для того, чтобы бить по наземным целям и воздушным целям. И поэтому, если вот просто передадут самолет, а на нем ничего нет, то это вообще, в принципе, как бы просто символический факт, потому что нужно и вооружение, которое вместе с этим самолетом должно быть, то есть ракеты, которые подвешиваются к этому самолету. Это первое. Второе. Этот самолет должен быть встроен во все боевые порядки и взаимодействовать со всеми остальными видами, родами войск, которые воюют. А это очень сложно, потому что современная война, вы знаете, точно так же, как современный танк, это вот совсем не танк Второй мировой войны. Современный танк – это командный пункт, который компьютерно связан со всеми соседями, со всеми соседями справа, слева и в тылу, и который видит противника на много километров вперед и вверх. И поэтому танки должны взаимодействовать с самолетами, самолеты и танки с беспилотниками, все они с пехотой и все они с артиллерией. И вот когда все это взаимодействие вместе действует, вот тогда получается эффективная война. Если просто передать самолеты, они типа будут одиночные какие-то вылеты совершать, это не современная война, и их эффективность может быть равна нулю. Я вас поправлю, кстати, по поводу самолетов. Вы сказали, что вот сейчас беспилотники бьют, а потом вот нам передадут самолеты F-16, и они будут бить более четко. Нет, F-16 никогда не будут бить по российской территории, потому что это одно из условий их передачи. Да, они, возможно, будут в помощь ПВО, по сути, их действия будут направлены. Не только ПВО, они могут использоваться как и штурмовики, и как бомбардировщики, но они будут бить по захваченной Российской Федерации украинским пяти регионам, то есть Крым и четыре региона на востоке Украины. Вы понимаете, уже достаточно того, что я сказал, чтобы мы все поняли, что это очень долгая история. Я уж не говорю про то, что нужно подготовить летчиков, нужно подготовить механиков, нужно подготовить ремонтную базу, нужно подготовить аэродромы, нужно подготовить логистику, нужно подготовить, может быть, даже другого качества, керосин, который заливается в эти самолеты, потому что вполне возможно, что они требуют, может быть, какой-то другой частоты авиационного топлива. То есть, на самом деле, это очень сложная задача, и это больше все-таки такой медийный проект пока что, который просто показывает уровень вхождения западных стран в помощь Украине. То есть, вот здесь больше символика важна, чем реальный военный результат, потому что реальный военный результат – это очень-очень сложная задача. Хорошо, да, но таким образом все равно нам нужно говорить о достижении этого военного результата. Вот как вы полагаете, что будет предпринимать не до сейчас? Потому что, я напомню, неоднократно заявлял министр иностранных дел России Лавров о том, что вообще получение общественной передачи, сам факт передачи будет считаться чуть ли не применением ядерного оружия против России. Эти заявления вы тоже видели. И как вы полагаете, вот какими будут теперешние действия? Пойдет ли действительно Путин на то, чтобы организовать отставку и согласиться на отставку Шойгу? Кстати, есть прогноз о том, что если это случится, то военные действия в отношении России, в отношении Украины будут куда более жесткими. Вы допускаете? Ну, значит, как вы сами поняли, что в любом деле, даже если эти самолеты будут переданы сейчас, они вступят в бой не раньше конца года и начала даже следующего года. То есть это вот такая перспектива военная. Субтитры создавал DimaTorzok